Если, допустим, где-то медвежата далеко, или я ушел, и мне нужно найти медвежат через день-два, с которыми я работаю, я приходил в то место и издавал вот эти сигналы, вот уже вот так, как я вам показывал, ну громко там. Вот так вот. Вот так вот. Медвежи, когда-то лежат там, я для них уже стал как бы свой. На выбор места повлияло в первую очередь, что? Чтобы была наименьшая возможность контакта с самими людьми. Второе, достаточность по кормовой базе. Третье, немаловажное. На территории заповедника довольно-таки много медведей. И взрослые медведи никогда не пустят новых на свой ареал проживания. А в этом районе зафиксировано их минимально. Медведи, и когда, вот, вот этот черенал далеко слышно, очень далеко. В июне, это когда появляется черника, ягоды, они имеют аромат, они обоняние. Мы находим очень даже листья. Листья, малины обожают. Медвежата, такие, значит, по первому году жизни теряют 30% своей жизненности. Это закономерно, как бы. Такие животные, как вы знаете, вот, как копытные, допустим, 70% теряют. Вот, молоденько. Почему? Потому что они еще только-только находят свое место. А лес является средой, которая и для нас, людей, опасна, если мы себя там не так поведем. Требует от нас, от людей, требует того, чтобы мы относились к нему с вниманием, с уважением и осторожностью. Вот, не будем поливать. Разбежал. А вы знаете, если делать в том, что вот этот последний, у нас пять медвежата, теперь же восемь медвежата запаркать. А его врать теперь.